Вы говорили на форуме «Свободная Россия», что рассматривали около 30 вариантов распада данной территории. Приведите один пример варианта. Ну, я не помню. Может быть, я выступал и в докладе как-то это упомянул, результат, ну, вот, экспертной, что ли, работы. Но их много, этих вариантов. Есть более вероятные, менее вероятные. Вы пишете «Один из худших». Это тоже очень условно. Что значит худший вариант? Что может быть триггером, распадом? Ну, вот какая-то один из возможных вариантов. Какая-то модель, которую мы видели в Хабаровске. То есть, Кремль сам провоцирует протесты. А губернатор, местные элиты начинают борьбу с федеральным центром. Ну, вот, как закончилось это в Хабаровске? Его арестовали. Протесты продолжались. Ну, вот представьте себе, что протесты начинают распространяться на соседние регионы. Что там возникают похожие ситуации. А там должны были возникать похожие ситуации. В Новосибирске, в Омске, Томске, еще где-то. Навальный туда поехал, где его отравили. Он поехал именно с этой целью. Для того, чтобы, как говорил, бороться со строительной мафией. То есть, момент вот этого перехвата власти над бюджетом. Его предварить еще разговорами о борьбе с мафией. То есть, чтобы федеральным чекистам было проще, мотивированнее, что ли, захватить эти региональные компании, строительные бюджетом. Ну, вот в нескольких регионах одновременно начинаются эти процессы. Понятное дело, что тут же происходит активизация в Чеченской республике, в Дагестане. Тут же автоматически происходит активизация в Москве. И митинги уже там не 15-20 тысяч, а, думаю, что те же 100 тысяч. Там будут предприняты колоссальные усилия. С помощью националистов, коммунистов сбить эти митинги. Понятно, каким способом, но они будут. Момент, когда загорается сразу в нескольких местах. Никаких сил подавления не хватит Кремлю. Ему придется идти на уступки, идти на соглашения. А каждый шаг к соглашению – это усиление протестов. Это тоже известный факт. И дальше начинается в связи с тем, что регионы автономные, относительно автономные регионы начали эти протесты. Начинается формирование новых элит в этих регионах. Старые элиты идут на соглашения с политически активными, структурно активными гражданами. То есть какие-то политические партии. И старые элиты начинают о чем-то договариваться в регионах. Попытка подавить, как это ни странно, приводит к усилению протестов. Значит, любые активные действия по подавлению протестов могут и приведут к жертвам. Может быть, не смертельным жертвам, но к жертвам со стороны и протестующих, и тех, кто пытается подавить эти протесты. А это усиление протестов. Ну и дальше начинается раскрутка. И в какой-то момент эти ребята, они толстливые очень, они будут смываться. Они сейчас занимаются подготовкой баз на Западе эвакуированы семьи уже давно. Но и сами они будут эвакуироваться и, насколько я понимаю, предлагать сотрудничество в предотвращении каких-то опасных явлений. Абсолютно автономное явление российской армии, огромный спрут, расположившийся на всей территории России. У него возникают собственные интересы и в этих условиях, как один из вариантов, военная диктатура. Спровоцированная Кремлем, или поддержанная Кремлем, или неподдержанная Кремлем. И дальше разветвление. Огромное количество вариантов. Есть федеральные структуры, расположенные на всей территории России, которые тоже будут пытаться каким-то образом сохранить управляемость, как и армия. И тоже сопротивляться или идти на сотрудничество с региональными элитами. Там огромное количество вариантов. Там возникает дерево принятия решений, дерево возможных вариантов. Ну и, соответственно, разные результаты или промежуточные результаты.